Венеция 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 Клод Дюбюси, например, был выдающимся мастером звуковой живописи. Глубокое воздействие на композитора оказывала не только музыка, но и живопись, поэзия. В поисках новых средств музыкальной выразительности Клод Дюбюси сделал много открытий в области гармонии. С помощью новых, необычных приемов композитор передает тонкие состояния природы. Игру света и тени, солнечные блики, плеск водяных струй. Слушание музыкальных произведений способно возвысить чувства людей и объединить их. Человеческие сердца соединяет невероятная симфония звуков. Мои краски, в зависимости от музыки, сами находят тот свет и задают будущему произведению живописный тон. Стекая, как капли дождя по стеклу, на моих полотнах рождается картина, которую можно не только увидеть, но и услышать. Великие симфонии превращаются в цвет и рождается музыкальная картина. Я хочу увидеть музыку в разных произведениях искусства, картинах и стихах. Сматриваясь в картины, вслушиваясь в стихи, постарайтесь услышать звучавшую в них музыку. Музыка создает музыкальные образы и картины, которые мы можем увидеть. Следовательно, мы можем увидеть музыку и услышать живопись. Когда я ищу синоним к слову музыка, я порой не могу найти другого слова, чем Венеция. На картинах вы видите соборы, дворцы, мосты, гандальеров на их удивительных лодках, легких, нежных, носатых птицах, которые едва касаются воды и вздрагивают при малейшей волне. И все, от неба до земли, залито солнцем. И все это появляется мгновенно под звуки божественной музыки, кисти и краски на картине. Каждая картина из этой серии – это результат вдохновения конкретным музыкальным произведениям. Одна картина продолжает другую. Один композитор меняется другим. Туманное утро переходит в дождливый вечер и звездное небо над лагуной. И появляется как пазл вся серия из 40 картин города «Мечты на воде» под названием «Венеция». Я сравниваю хрупкость «Венеция» с каплями, стекающими по окну. Этот жемчужина-город уходит от нас вниз под воду практически ежедневно. И все, что остается у нас – это остановить мгновение в нашей памяти. Этот миг – радость, как капля дождя. Она в один миг может исчезнуть под водой, и мне очень важно, как художнику останавливать время на своих полотнах. И с помощью музыки создавать новые картины под названием «Симфония дождя». «Симфония дождя» «Симфония дождя» «Симфония дождя» «Симфония дождя» «Симфония дождя» «Симфония дождя» «Симфония дождя»